Инновационные космические разработки, умные роботы и приближенные к реальности модель жизни человека на Луне. Своих проектах представили юные заполярные инженеры, учащиеся в школе Мурманской области, на региональном этапе соревнований по робототехнике, который проходит в Центре дополнительного образования Лапландия. Путешествие на Луну и возможность жить на других планетах — мечты, которые много лет назад стали причиной освоения космоса человеком. Участникам регионального отбора программы робототехника необходимо не только разработать собственный, практически значимый проект покорения межзвездного пространства, но и доказать его уникальность, необходимость и техническую обоснованность. А команды, которые сумеют сделать это лучше других, станут победителями и примут участие в следующем всероссийском туре фестиваля. Мы начинаем традиционный календарь соревнований по нашей образовательной робототехнике. Мы знаем, что Центр Лапландии является опорным региональным центром по проведению всех региональных мероприятий по образовательной робототехнике. И вот у нас стартует фестиваль «Робофест Мурманск-2019». 32 команды, 132 участника из разных муниципалитетов Мурманской области. И у каждого свои, не похожие на других идеи. Команд победителей регионального этапа будет пять, по одной в каждой номинации. Программы соревнований по робототехнике с каждым годом совершенствуются и становятся все более насыщенной. Интересные нововведения есть и в этом году. Ноу-хау этого года и прошлого, в том году, мы начали олимпиаду по физике для участия в 7 классах. Вот этот фестиваль, он позволяет развитию детей. Видите, какие у нас яркие дети, нарядные. Они учатся сами презентовать свой проект. Хочется сказать, что очень важно. В этом году мы ввели номинацию «First for LL». Здесь дети будут в рамках космического проекта. Это в этом году год космоса, с точки зрения робототехнического фестиваля. Они будут презентовать свои проекты, а потом у них будет игровая защита завтра. Команды формируются из ребят разных возрастов. Самым маленьким космическим конструкторам 6 лет. И к выполнению заданий они подходят со всей серьезностью. Рядом опытные наставники, которые хорошую идею в нужный момент подкинут и соревновательный дух создадут. Мы с ребятами собрали проект «Это лунная база», которую мы обосновали на Луне. И мы выдвинули гипотезу о том, что все-таки на Луне можно жить. Мы просто занимались все вместе робототехникой, советовались друг с другом. И вот решили поехать на эти соревнования. Скажите, вот как вы считаете, с этим проектом на самом деле можно будет полететь на Луну? Да, конечно, да. Здесь можно и жить, и есть, и пить, и дышать, и даже тренироваться. У спортзал даже есть. У ребят постарше задачи посложнее. Испытаний больше. Нужно хорошо знать физику, математику и при этом обладать артистическими навыками. Креативность презентации – один из важнейших критериев оценки работы всей команды. Здесь представлено несколько направлений. Я могу рассказать, что представлено направление 6-9 – это Junior Fellow. И направление 9-14 лет – это First Lego League. Ребята младшего возраста, 6-9 лет, должны подготовить проект по заданной теме. В этом году у них тема космоса. Сезон называется «Стартуем с Луны». У ребят с 9-14 лет у них задание уже посложнее. Кроме проекта, который тоже на схему космоса, они готовят еще робота, который должен выполнять задания на игровом поле. Ребята готовятся не только к презентации проекта, но и к вопросам компетентного жюри, которые могут быть сложными. Наставники в успех своих команд верят, ведь их ученики не только разбираются в робототехнике, но и пробуют силы в написании научных трудов. У нас потрясающая творческая команда. В команде 6 человек. Заниматься они начали у нас в Кванториуме с сентября этого года. До этого у них был некоторый опыт в робототехнике, но над проектом мы начали работать с октября. За это время был создан тросовый доставщик. Мы подготовились к игре и написали инженерную книгу. Мы хотим вам представить наш проект «Тросовый доставщик». Мы предлагаем его использовать на орбите Земли, чтобы он помогал перевозить грузы на международной космической станции МКС и на космических кораблях. Также мы планируем его в ближайшем будущем использовать, когда будут строить на новых планетах, например, на Марсе при строительстве и так далее. Участие в фестивале войдет в школьное портфолио. А победители мурманских соревнований уже в феврале и марте текущего года на следующих этапах в Перми и Москве смогут побороться за право представить Россию на международном уровне.